Эфир телеканала ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». Меня зовут Елена Лыкова. Здравствуйте. Шок от электрошокера. Бывший полицейский из Новосибирской области получил срок за допрос с пристрастием. Сотрудника МВД Скоросугского отдела местный житель обвинил в пытках. 1 апреля меня увезли в участок допроса. Продержали целый день. А вечером ко мне применяли электрошокер. При допросе домой меня привезли примерно в час ночи. Он сидит на завалинке своего дома и читает собственные показания по листу бумаги. Признается полностью юридически безграмотный, но попытался пойти против системы. Началось все с пропажи теленка из стада местного крестьянского хозяйства. В преступлении обвинили его. Только уволился с работы, как раз смотрел за поголовьем. За плечами былые проблемы с законом. Так что та первоапрельская шутка вышла совсем не смешной. На допросе он вину так и не признал. Зато после снял побой и обратился в СК. Правда, дело шло ни шатко, ни валко. Прошу помощи у вас разобраться. А в этом деле времени прошло уже немало. Некоторые детали уже могу не вспомнить. Того самого усердного капитана, выбивавшего показания, сначала заключили под стражу, после отпустили под подписку. В суде бывший полицейский все отрицал, уверяя, что сельский мужик его оговорил. Тем не менее, приговор состоялся. Два с половиной года условно и 150 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Кстати, в этой истории погоны потерял еще один сотрудник. Следователь комитета, который вел дело правоохранителя, также попал под статью. В Новосибирске приговорили директора горзеленхоза Наталью Цветкову, которая недосмотрела за насаждениями парка, что едва не привело к трагедии. В июле 22-го 9-летний мальчик катался на велосипеде по Нарымскому скверу, и на него рухнуло трухлявое дерево. Пострадавший выжил благодаря усилиям врачей. Эксперты оценили травмы, полученные ребенком, как тяжкий вред здоровью, а следователи комитета посчитали, что к этому привела халатность сотрудников муниципального учреждения и отдали руководителя под суд. В итоге Цветкову наказали двумя годами условно и взыскали компенсацию – миллион рублей. Правда, в гражданском порядке семья мальчика пытается получить с нее еще 11 миллионов за моральный вред и расходы на лечение. Еще одной недетской историей заинтересовались сразу несколько ведомств. Его сжирают мухи и тараканы. Такое сообщение наша редакция получила от жителей улицы Выборной. Это в Октябрьском районе Новосибирска. Сначала подъезд дома заполонили насекомые, пошел отвратительный запах, а потом все поняли, в чем причина. В одной из квартир живет пенсионерка с синдромом Плюшкина. Ее ребенок-инвалид при кованой кровати. Когда люди зашли в жилище, ахнули. Стали жаловаться чиновникам, но в ответ получили одни отписки. Панечка, не переживай. Она дура. Не переживай. Все хорошо. Этот парень не говорит, не ходит. Присматривает за ним мать-пенсионерка. Сказать, что ухаживает, не получается. Женщина прикладывается к бутылке, тащит с помойки различный хлам. Кругом антисанитария. Мухи и тараканы местных уже не удивляют. Недавно из этой квартиры забрали 60 кошек. Почему проверяющие не заметили инвалида в таком плачевном состоянии? Вопрос открытый. Соседи уверяют, бьют тревогу давно. Оббивают пороги опеки и администрации района. Ответ получают один. Мы проведем с жильцами профбеседу на тему надлежащего содержания своих квадратных метров. Лишь только после обнародования этих кадров история получила резонанс. По данному сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. У парня никогда не было документов и полиса, поэтому до позднего вечера следователи комитета и опека пытались победить систему, чтобы определить его хотя бы на время в спецучреждения с медицинским сопровождением. В жилище должны навести порядок. Правда, судя по всему, и хозяйка квартиры сама нуждается в помощи врачей. На этих фото внешне ничем не примечательная семья, но за кадром были истязания, которые длились годами. По крайней мере, так заявляет жительница Новосибирска и мать двоих детей Наталья Липинская. Кошмар начался после того, как она ушла от первого мужа. Восьмилетний сын остался с ней и новым ухажером. Очевидно, не очень разборчивым в методах воспитания. Заставлял его отжиматься по две тысячи раз ребенка. Естественно, у него не получалось это делать. Если он хоть раз неправильно отжался, все аннулируется, и заново должен ребенок отжиматься. По телу его бил, потом скалка его. Когда уже домой он зашел, у меня из-за тебя рука болит, и скалка деревянная для теста бил ему по ребрам. Приступы гнева сменялись подарками мальчику, а затем история повторялась. И уже в более изощренных формах, даже после того, как Наталья родила сожителю дочь. После Нового года был 30 градусов морозов стояло. И он его выставил на крыльцо в одних трусах и в тапках. Стой, говорит, тогда 40 минут. Я начала возмущаться, что что это такое, ребенок заболеет. Он говорит, раз ты за него заступаешься, значит стойте по очереди. Взяв лопату, повел вглубь леса, но проезжавший мимо автомобилист фактически спас женщину. Остановился, услышав ее отчаянные крики о помощи. Затем кражи банковских карт, мобильного и новые угрозы. Наталья решилась на побег к родителям, затем обратилась в полицию и прошла судмедэкспертизу. Однако теперь уже бывший мужчина ворвался в ее отчий дом и силой отнял трехлетнюю дочь. Адвокат потерпевший считает, полиции нельзя медлить. У нас правоохранители часто недооценивают опасность домашнего насилия. Вот это один из таких ярких примеров. Когда в течение длительного времени женщина вместе с детьми подвергается истязанию. Я полагаю, что здесь дело не может разрешиться пятью тысячами штрафа за побои. Речь идет об истязании. Но мы надеемся на своевременную реакцию правоохранительной системы. Пока правоохранители принимают решения, с подростком работают школьные психологи. Сразу же администрация школы была поставлена в известность его матерью о фактах физического насилия над ней и ее ребенком. Мною проведен психологодиагностический скрининг, который выявил признаки посттравматического расстройства. Тем временем мать при помощи адвоката обратилась к главе следком Александру Бастрыкину. Ведь речь в первую очередь идет о защите жизни детей. И ведомству тоже стоит подключиться к истории, пока не произошла трагедия. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубила. Специально для экстренного вызова. И последнее почти полсотни нарушений миграционного законодательства выявили новосибирские полицейские всего за один рейд под кодовым названием «Рынок». Проверили не только рабочие места иностранцев, но и хостелы, и точки общепита. Наши коллеги, сотрудники пресс-службы регионального главка МВД подготовили обзорный сюжет о проведенном мероприятии. При проведении профилактического мероприятия правоохранители проверяли документы у мигрантов, которые трудятся на торговых точках и рынках. Также сотрудники Дорожно-патрульной службы полиции уделяли особое внимание участникам дорожного движения, прибывшим из зарубежья и передвигавшимся по территории Новосибирской области. В результате проведенной работы стражи порядка проверили более тысячи иностранцев и выявили 19 административных правонарушений в области миграционного законодательства. За различные нарушения правил дорожного движения сотрудники полиции привлекли к ответственности 13 граждан из стран ближнего зарубежья. По возбужденным административным делам в отношении 15 приезжих вынесено постановление об административном выдворении с территории Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok